И вот, наконец, вот эта фотография, я валидол пил, я назвал её вот так, читайте. Вот это вот взять из нормального дерева, рать охотом, материться охотом. Увечила всё, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, я только видим, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 20, отрезала. И вот это всё до самой верхушки всё отрезало. А потом распяла. Она понятия не имеет, что теперь, так как она распяла его и сделала горизонтальным, а здесь всё изувечено, и здесь всё лишнее отрезано, всё тут отрезано. Вот она сделала. Она решила, что вот это вот, первый ярус, сколько тут, 2-3 ветки. Ну тут, как она ещё, раз, два, три, чё же она, в книге-то пишут, что надо оставить 2-3. У неё, видимо, рука не поднялась. Всё-таки оставила побольше. А вот эти вот плодовое образование, она всё убрала. Вот стать жертвой, вот понимаете, ну 30 лет заниматься черешнями и добиться чего-то. Ведь когда деревья плодоносят вопреки, это у них жизнь такая, они мучаются. Вот. Так же, как Христа. Я уже не могу, извините, богословы, извините, верующие. Я не могу другого. Это распятие. Это символ распятия всего живого растительного мира. Это страшно, это невероятно. Она не знает, что потом вот отсюда вертикальные побеги пойдут. Она зря их всё проделает, эту дурную, тупую работу. Здесь не было ни одной лишней веточки. Вот это всё, вот эта вот часть, превратится вот в эту вот самую часть. Вот. Вот это страшно, это символ. Она Канчина, так же, как эти самые Платонова, так же, как Ганечкина. Вот. Они понятия не имеют, что они станут именами, как это называется, уже они будут так. Так, когда-то будет, знаете, мы тут с этой самой, с этой самой, с Анной сидим и рассуждаем. Значит, ну что делать-то, когда выпускницу пришлось учить приливать? Что надо начинать сначала. Итак, у нее сидят институт, академия. Огромный участок. Каждому студенту деляно, например, 10 соток. Ну хорошо, 5, если земля дорогая. Вот. И он там должен вырастить сад. Он параллельно учится, изучает это самое, чем отличается песик от причинки, а потом законы Менделя, пускай. Вот. Хотя они в России не действуют, но теорию тоже надо знать. Вот. И параллельно растет сад. И только когда придет комиссия экзаменационная, и увидит плоды, А на этом дереве никогда плодов не будет. Это смерть, это смертник. Вот здесь надо добавить распятые мученики-смертники. Вот. Никогда. И вот тогда, когда это придется, ну что могу пожелать, Елена Александровна, мы-то вместе пришли к этой мысли. Поступил студент, и сразу деляно. Первый год семена эти самые, выращивает по двое, потом учится при вильке. И к окончанию, аккуратно, нету плодов, пошел нахрен, никакой у тебя диплом. А что их жалеть-то? Если у нее руки не оттуда растут. Вот так она должна быть. И тогда вот это вот грязи, вот этой подлости, этого не будет. Потому что, как можно было вот это сочинить? Отрезать десятки веток? Как? Как рука поднялась? И во имя чего? Каждая рана потеря моростойкости. Не заживают они. Если даже вам кажется, что они зажили, вы разрежьте поперек, я потом покажу. Видите, как я это самое? Ледовый период садоводствий на севере планеты. Она раскачивается, климат. Они вот так и будут. Канчины, Платонов, Ганчикины. Уберите это к чертовой матери. Возьмите хотя бы в крупной газете. Напечатайте, что... Даже не кайтесь, не надо. А просто другой пример. Что берегите, что каждый лист нужен дереву. Каждый лист. А вы же отрезали их тысячи листьев сейчас. Будущих. Ладно. И вот я сейчас чуть успокаиваюсь. Приступаю к этому. Смотрите, что вы натворили. Вот это. Та самая дама. Там ниже. Я все забываю. На букву П. Ниже увидим ее фамилию. Человек, который сидя в кабинете. Который не вырастил ни одного дерева. Почему? Потому что все. Несколько десятков фотографий. Из интернета. Я нашел их все. Помните, я вам специально показывал? Вспоминайте. Я вам показывал все эти фотографии. Здесь и в интернете. Вспоминайте. Я не болтун. Вот. Вот одна из них. Так. То есть она не выходила. А у нее такой проникновенный голос. Как она? Может быть, сейчас половина из вас послушал мои резкие эти. Вы сказали, половина уже отключились. Да. А у нее, видимо, никто. У нее сейчас больше миллиона просмотров. И вот получается так. Не выходя из кабинета, не имея сада. Потом я-то свои фильмы делаю в своем саду. И фотографии в своем саду. Вот. Что она вот это вот нашла? Кто вот это вот придумал это? Ну. Так вот. И она не она. Не автор. И вот это не автор. Это до них было придумано. Вот это страшное распятие. И пошло. И опять раны, раны, страшные раны. И такой черт их гнуть, когда они гнутся под урожаем. Посмотрите. Вот жалко. Я знал, что будет такая тема. Я бы фотографии сделал более подробные. Вот. Смотрите. Ну. Да, высокорослая. Да, птицы съели всю вершину. Всю верхнюю. Но вы посмотрите. Внимательно. На какой черт его распинать-то было? Это в Сибири. Москва это чуть ли не та же Сибирь. Ладно. Сейчас мы с вами еще не все. Вот это первый пример. Я, знаете как, лежала книга год или два или три. Не трогал никого. Ну, когда вспомнил, вот это увидел, думаю сразу. Так вот же. И это не учитель, это не учитель. Это человек, который миллион человек научил убивать деревья. Сейчас я вам дальше покажу. Смотрите. Откуда растут ноги? Однажды мне подарили книгу Столыпинскую. Вот. Она переиздана. Но первое издание было в 1912 году. Смотрим. Внимательно. Сейчас я поизгаляюсь над ними. Как можно было вот эту тупость переносить в 21 век? Смотрите. Поехали. Вы сейчас, если кто-то, вот нормальный человек, студент, ему бросится в глаза одно. Видите, голый штамп. Ага, значит так, расти деревья надо. Голый штамп. Так, еще выше. Расти деревья надо. И, наконец, вот они штампы. Все. Значит, для Ганечкиных, Платоновых все ясно. Они уже научены. Вот. Давайте мы с вами все-таки, я еще раз говорю. Те, кто меня сейчас слышит, слышит человек 150, не больше. Через месяц будет 200, а еще через год будет 500. Все. Ну, еще немного дадут дополнительные фильмы, если мне помогут ребята. Я всех прошу, всех до единого. Каждый вырежете такой кусок. Вот. По-своему назовите. Надо ключевые слова. Обрезка, не обрезка. Что угодно. Вот. И выставляете в YouTube. Иначе нам не победить. Вы понимаете, что вот эта самая, вот эта дама, что натворила. Я потом ниже покажу. У нее больше миллиона просмотров. Я, Железов, 35 лет работал. Последние 20 лет уже на слуху. Так. Вот. Но моих 400 фильмов, те же миллион просмотров, тот же миллион. Но многие же повторяют, смотрят из одного. Ну. Многие видели его много раз одно и то же. Ну, то есть, один фильм, второй, одни и те же люди. Дай бог, если посмотрела, 300 тысяч, полмиллиона. Вот. И получается, она одним своим вот этим фильмом уничтожила всю мою работу. Я почему первую так, помните, первую этот самый, процитировал первую же строчку. Знала, что дебильная яма и все равно посадила. Вот. Она уничтожила всю мою работу. Ну, было бы тут 4 тысячи просмотров. Ну, на тот момент уже было 900. И сейчас уже замерет. Вы представляете? Она уничтожила меня. Новая технология. Все уничтожила. Проникновенным голосом. Не имея с удовольствием ни малейшего понятия. Я, как можно, это, я не понимаю. Ладно, дальше попробую поспокойнее. Ой, надоело я вам. Вот, смотрите. Вот это вот классика. 19 век. Ну, понятно, что 1912, это, считайте, начало века. Но эта вся технология идет с 19 века. Итак. Дичок. Обратите внимание на слово дичок. Это значит будущий подвой. Вот его готовят. Вот. Теперь это окей. Вот он такой. Ладно. Все. Пока все нормально. Его почистили. Почему? Потому что дальше пойдет прививка почкой. Но как? Смотрите Вот Теперь Прививка будет вот здесь А пока это уже не дичок Не дичок Теперь Нас просто учат как формировать деревья Вот он такой был Обычно я вам объясняю как они такими получаются Когда вы садите саженец Допустим это двухлетка Ну это поверьте мне железу Это двухлетка Первый год он вот так растет Ну и тут немножко может быть чуть-чуть В вершинке Все И так как он был пересажен Так как здесь нарушены корни И так далее и так далее Пересадка это страшная вещь Это уже калека И он и стал калека Вот обратите внимание где он стрелка Вот это калека был Проходит год Он укоренился нормально И стал окреп И решил расти дальше Расти он начал вот так А вот эти ветки А это уже оккультурный саженец Это не вот этот дичок Вот Это уже другой саженец Культурный А вот эти ветки Почти нормально Ну уже более-менее И какой-то когда-то идиот А потом это стало массовым явлением Решил А кстати и вот эти ветки Это мои наблюдения Плохо плодоносит Или почти не плодоносит И кто-то Ах вы не плодоносите А мы вас уничтожим И вот здесь появились десятки ран И это стало системой На десятки на сотни лет Поняли Теперь саженцы идут отсюда И вы увидите И у Платонова И у Ганечкина И у этой самой И у Каньшина И у Трепачь в помине Вот это стало нормой А вот это все Они же понять не могут Что каждая веточка Вот эти веточки Кормят корни Что на них есть листья Что они не лишние Они думают Что от баланса избавляют От балласта Понаде уран Вот не могут понять У них это В крови Вот это вот Как перестроить их сознание Это при том Что они Жалуются Что черешни Плохо себя чувствуют Что черешни часто погибают В одной погибают Абрикосы в монастырях У другой черешни Ни хрена на север Подвижение Никого нет Но вот это вот Оставьте его в покое Даже пересаженные Его когда пересаживают Должно вот так отрезать Тот же самый Однолеток яблони В июле того же года Но очищен Прямо посреди лета Раз Посмотрели Да Это еще не все Сейчас я вас буду Дальше развлекать Прививка Дающая побег С боковыми разветвлениями Все нормально Посмотрите Подумаешь Мне понравилось Что художник Не стал приукрашивать При прививке почкой Так А это Окулировка Прививка почкой После того Когда она прижилась Отрезает Вот этот Вот тут она прижилась Вот тут вот Вот это все отрезает Вот это все И на здоровье В отличие от пропагандированной Тоже не безгрешной Улучшенной капулировки Просто капулировка Просто капулировка Еще эффектнее Только плохо держится Ветра боится Да еще эффектнее Вот Нам нарисовали страшную рану На мало вот этих ран Вот этих вот Вот они Нам Нарисовали страшную рану Ну и хорошо Привыкли Вот Например Ученый Который ко мне приезжал На днях Я вам рассказывал Что он у меня был Вот Он так удивился Говорит А чем Прививка почкой Хуже Улучшенной капулировки Вот То есть У них Принято вот это А Я считаю Что Улучшенная капулировка Более дает Надежное Исцепление Надежное Более дает Но это я отвлекся Извините Вот Я уважаю людей Которые Придержат своих Принципов На здоровье Вот Но мы с вами Любители У нас сады Любительские Мы можем позволить То Чего не позволено Юпитеру Помните Нет Чего позволено Юпитеру Не позволено Быку Вот А мы Пойдем своим путем Любительский сад Это Улучшенная капулировка И вот Смотрите дальше Думаете Приколы мои Кончились Тот же Однолеток Обрезанный Вестой Следующего года Ничего еще Не поняли Берется А это же Учебник Берется Вот Прекрасный Саженец Который должен быть Вот не хочу Возвращаться Тоже Севешню Показать Да К примеру Покажу Хочем ниже Прекрасный Саженец Берется Вот И заметьте Это все Перешло Вы что Вспоминайте Среди вас Есть люди Которые Открывали Учебники И видели В 21 веке Эти же самые Передраты Один к одному Даже вот эти Вот номера Рисунков Вот Передраты Е Обычно Это статьи В газетах Которые Потому что Лень свое Нарисовать Ну что Смотрите Вот с этого Делается вот это Внимание Тот же Однолеток Обрезанный Весной На Я Не могу Уже Вот Хрена Его Окалечили Вот скажите Мне Вот так Смотрите Вы знаете Вот это Идиотизм Да это еще Не все Смотрите Вы видели Тот же Однолеток Весной Следующего Года Дожил До весны Изувечили Напрочь Еще не все А это Недоросток Ну с ним Особый Случай Да Вот он Недоросток Его Надо Подрезать Ну Вспоминаем Теперь опять Эту же Канчуну С Астахом Там написано Что Если они Малорослые Их надо Обрезать Вот Ну и так далее Ну это все Одна и та же школа Ну Весь вверх Полистайте Потом Увидите Там есть Эту фразу Вот И тут Пожалуйста В 19 веке Подрезать 21 подрезать Смотрите Он подрезал Автор Да Получил Внимание Тоже Деревца К весне И оно Начало Развиваться Пусть оно Неполноценное Ну Малорослая Почка Первая Самая нижняя Не та Вот Видите Вот она Привыка Почкой Вот тут Ну Это дерево Помощнее Это поплоше Вот Ладно Но оно развелось Нормально Дальше Что И его Надо Изувечить Ну вот Скажите мне Как можно После этой Двухгодичной Эпопеи Получить Получить Вот это На третий год На весну Ну Что Это Такое Ну А теперь Далеко Не ушли Вот это Вот Все Вот этот Идиотизм Идиотизм Массы Вот так Надо А как я хотел Спокойненько Хотел Посмеяться А вышла Злобная Статья А это Пожалуйста Узбеки Кстати Обратите Внимание Я уже Сто раз Говорил Сто первым Повторю В любом Сибирском Городе Не знаю Как Европе Вы увидите Вот такую Рекламу С розами И Знаете Что вам Будут Лапшу Вешать Что это Алтай И даже Когда вам Покажут Черешни И будут Говорить Да Алтай Вот это Вот Сигнал Вы видели Вот это Он легко Запоминается Вот Вы видели Это Значит Обходите А к ним Подойдет Инспектор Оштрафует На 300 рублей И они Найдут Дураков Которые Все это Купят Вот они Калеки Может Уже Не комментировать Пойдем Дальше Вот Вот это Железо Скажут Господи Да что Это Почему Все У Железо Наоборот И вы Поверите Что это Однолеток И привита Была Одна почка Как это Случилось Что целое Дерево Ответ Простой Прививка На двухлетку А может Даже на трехлетку Вот так Получается Дерево Теперь я Должен Его Все Уничтожить 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 Ой Не могу Вот 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 Такие Должны Быть Дерево А потом Пересаживаться Ужас Какие урожаи Ага Эти калеки Увы Ну почему Я не могу Никого Увидеть А Ладно Пойдем дальше Ну вот Смотрите Сюда Дело О чем Я несколько фотографий Взял Буквально Из этого Из интернета Как Когда дерево Изувечено Видите Какие увечили Видели Да Вот Начинается Работа По спасению Ну извините Не хрен Было Калечить Дерево Это я так Чисто Как бы Реплика Вот это Значит Ну красиво Да Вот человек Я кстати Видел У меня такие фотографии Там я их Как сделал Не отвлекаться Не хочется Вот я сейчас Нажал Уже Пожалел Что нажал Да Вот Дело Нет Все таки Я пожалел Что нажал Тут у меня Всего 2-3 Фотографии Да Вот Я смотрю Люди Это Без Специального Защиты Есть и защиты Да Вот Это все Творят Только потому Что Они работают С изувеченными Деревьями Им иначе нельзя Вот Просто нельзя Иначе Так Сейчас я Наверное Какую ошибку Исправлю Сейчас у меня Будет другая Картинка Зря Нажал Так Может быть Сюда Вернется Нет Все таки Тупой Я компьютерщик Как умного И себя Строю Вот так Ладно Вроде удалось Остаться На этой странице Так Смотрим дальше Вот это Промышленные сады На западе Видите Вот Здесь От 20 до 40 Обработок Ирина Александровна Иначе Он просто Умрет С голоду А уж Семьи Точно Не прокормят Вот И вот Получается Что Трактор Вот это Еще простенький И Бесконечное Опрыскивание Низу Вон они Штамбы Я хотел вам показать Ну ладно Пропущу Я там приготовил Отдельные картинки Пропущу Штамбы Только потому Здесь голые Так И изувеченные Потому что Здесь теплее В 100 раз Намного теплее Это юг Европы Раз То что Обработки Бесконечные Позволяет им Справляться С бесчисленными Болезнями А тот Кто повторяет Эту дурь В дачных садах Вот эту вот Даже вот это В дачных садах Это уже дурь Вот эти штамбы Кто вот эту дурь Повторяет В дачных садах Вот Вот это Вот это Вот Он Обречен Ну не будет же Он делать Даже Наши скромные Там Мичуринские 15 Опрыски Ну не будет И у него Постоянно больные Деревья И настолько больные Что садов Фактически нет Они просто Умирают Они ослаблены Вот И никогда Нельзя ссылаться На зарубежный Опыт У них Это штамбы Для машин Для машин Представляете Как можно Обработать Видите Что нету Травы Нету Дерна Как можно Обработать И нижеветки Эти мешают А потом Я вам покажу Так еще одно Интересное Это Я вас Это Когда мы дойдем До этого Вы будете Шокированы Посмотрите Практически Садоводы Вы только Прикидывайте Садоводы Посмотрите Что делается От морозов Когда Сделать Ран На кольце А потом Распилите Его Там уже Все внутри Мертво А теперь Вторая проблема Она близко К этой Неправильная Посадка Приводит Появление Многих Мелких Мелких Веточек Которые Вы ненавидите Раз И главное Там внутри Неправильная Посадка Это когда Крона Не тронута А корни Изувечены То есть Не хватает Питания Даже если Все почки Даже самые Верхущественные Живы Внутри Идет процесс Игниения Чтобы это Предотвратить Я учу Так Вот он Саженец Груши С моего Питомника Когда Я его Продавал Я Почему Запомнил Потому что У меня Три Типа Покупателей Первый Пофигисты Железов Тебе видней Таких Примерно Половина Еще Половина От половины Это Те Которые Это Умоляют Меня Не делать Обрезку Сами Потом Сделают Обрезку Так И наконец Последняя Которые Плачут И пьют Валидол Когда я режу Вот И для них Вот это Спасение Саженца Вот это Вот Считается Страшным Как сказать Ну то есть Это У меня Был даже Случай Когда Местная Жительница Когда Вот так Обрезал Сказала Что Теперь Это Это Саженец Теперь Это Говно Вот Я не мог Даже Не то Что она Читала Кого Там Есть Авторы Которые Учат Не обрезать При пересадке Что она И читала Она Просто Считает Что я Просто Изувечил Саженец Вручая Часть Вот этот Огрызок Смог Начать Расти И внутри Не идет Начало Гниения Потому что Когда там Сердцевина Вы вспомните Разрезаете Любой саженец Внутри Мертвая Сердцевина А что такое Мертвая Сердцевина Правильно Следующий этап Это Заселение Грибами Еще раз Скажу Грибы Никогда Не садятся На здоровый Лист Грибы Никогда Не залезут Внутри Дерева Если там На этом На штамбе На ветках Нет ран И вот это Вот проклятие Что надо Обязательно Изувечить Это ошибка Принципиально Это ошибка Меня умоляю Я говорю Кто нибудь Станьте президентом Или Это С Путиным Махнуться Как то На полчаса Мне хватит времени Указ номер один Приравнять убийство Дерева К убийству человека Указ номер два Значит Запретить Это самое Тот Ну в общем Вы поняли То о чем мы говорим Теперь смотрите Сравнивайте это Единственный шанс Выжить Поэтому и славится Питомник Жальзов Ну сотни Может парочка Всегда умрет Там и ГПЗ И желающий Помните Как первое Верхнее письмо В ямку посадить Вот Потом еще Ищи Кто виноват Питомника Вот Или тот Кто это В ямку посадил Или это Запретил обрезать Ладно А это тот Институт Который Который Меня выгнал С трибуны Спасибо вам Ребята Вот Я вам тоже Это самое Авторитета Не прибавил Своими этими Я просто Взял Разговор был Нелицеприятный Вот Я буквально Об вас ноги вытирал Мне нечего вас жалеть Потому что Вот эта дурь Перед нами А здесь только Одну фотографию Всего лишь От вас Просто Тема такая Вот они Штамбы Вот они Калеки Продавать то надо Однолетними А это Переростки Страшные переростки Никому не нужные По хорошему Их садить Вы Понаделали им Штамбы Специалисты Если б не делали Штамбы Хотя бы Судовецкие Росли Можно было бы Оставить Четвертую часть И Глядишь бы Этот горшок Земля с горшка Выкормила бы его А сейчас что Где тут Отрезать Вы уже ниже Все уничтожили А здесь Отрежешь Он уже не выживет А если выживет То внутри Начинается гниение А вы об этом Не знаете Об этом не знает Вся служба Озеленения По всей России Придумали Термин Длинномеры Это чтобы Сразу Дростое дерево Посадить С обрубками Корней Идиоты Ладно Хороший пример Хороший Вот Питомник растений Темирязева Именно Это тот самый Темирязевка Знаменитый Который закрыть Хотели Вот это Один ведущий Вот он Вот второй ведущий Самый подлый рисунок Который можно представить Это Последователь тех Не имея Ни малейшего Представления Для чего нужны Листья Почки Ветки Для чего нужны Вертикальные Для чего нужны Вот так А вот Современно Это Миллионы людей Любуются на это Ну и что Это потом Земля провалится Та же ямка Сейчас они Идиотством занимаются Они этими Режут эти Самые Полиэтиленовые Бутылки Чтобы Защитить Это Посадили Последние лета С кроной Изувеченный Саженец Посадка Немалейшего Понятия Где север-юг Где корневая Шейка Что провалится Эта яма И будет Это Все гнить И это 21 век Ничего Не изменилось А вот это Знаете Почему здесь Сейчас я Еще Много Чего Похожего Так Я наверное Без перерыва Говорил Почти два часа Так Я пойду на кухню Подогрею чай Буквально Три минуты А потом Еще поизгаляюсь Потому что Они Как на виду Светятся Эти Их Эти Самые Халтурат Вот Ну может Набить Уже Научил А вот Дальше Посмотрим Так Это та самая Дама Я вам показывал Саженец Она Нашла в интернете Решила Что Так надо Увеличивать Эту Распяв его В горизонтальное Положение Что так надо Увеличивать Якобы Вот Не имея Собственносада Еще раз говорю Так что миллион просмотров И вот она взяла Такую фотографию Она Видит Яблоки Она вот эту Страшную рану Не видит Что это дерево Было изувечено Что Будь оно Не на юге Европы А Москве Питере Даже Брянске Я же не говорю Про Сибирь Но было бы Мертво Но ей Пример нужен Ладно Хорошо Пойдем дальше Вот Еще я покажу Эти Значит Человек Вот где я Вероника Поливкина Человек Абсолютно Невежественный Применил Две Как это Ключевые фотографии То есть Рисунка В виде фотографии Он разместил Вот эту Давай смотреть Я вначале Когда вот эту Увидел Ну вот Наконец-то Ну хоть Один Маленько Соображает Хоть Одна Женщина Она укоротила Ветки Для молодого саженца Это еще терпимо Допустимо Почему Да Ну не терпешь Но хочет приблить Плодоношение Маленько приблизит Может на целый год Может быть Да Вот Может быть Допустим Ну 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 По крайней мере Это еще Не смертельно Вот При пересадке Тем более Я пропагандирую Что обрезка Должна быть Обязательно Ху Ну это еще Ладно Но она Зачем-то Когда дерево Подросло Она опять Начала И вот То что Вот это Отрезало Допустимо Помните Черешню У меня же Большая часть Этих Плодовщик Птицы Унесли Сеять В другом месте А мне-то Шиш Это у меня Каждой косточке Черешни 25 рублей Стоит Представляете Сколько Они мне Натворили Поэтому Вот это Еще допускаю Допустим Делать низкую форму Уже Штамбы уже есть Ну еще Не такие страшные Как вот Мы видели В 19 веке Ну есть Ну допустим Бывает да Привитое дерево И само Такой штамм Бывало У меня до метра Это потому что Погибали вот эти почки Просто погибали Погибали Вот Но вот это уже Перебор Уже Я бы этого делать не стал Почему Смысла нет Укорачивать Проснуться вот эти И Они и так проснутся И Единственное Ну и места Не хватает Допустим Вот эти три дерева Им тесно Ну еще Как-то могу понять Вот особенно Как у Сергея Питомник Который перерос В этот Маточный сад Там Пройти невозможно Но это потому что Устранения земли Для нас нет Так вот Ладно А третий год Но это не она Она готова рисунок Это кто-то Когда-то Издевался над деревьями Кто-то когда-то Решил Что вот эту вот Ветку надо отрезать Потому что Она Ветка конкурент Она может рухнуть Под урожаем Но я еще раз говорю Обычно Рухнут под урожаем Вот такие ветки Скелетные На которых там Как у меня бывало 3-5 ведра Она рушится Обламывается Прямо тут страшная рана Ну такая ветка Рушить трудно На ней будет висеть Пол ведра Ну допустим Ладно Залез на стремянку Отрезал Эти-то зачем резать Здесь пересекающиеся Он взял Обе отрезал Ладно Пересекаются Вот Здесь что ладно Оно у него компактно Оно растет почти все вверх У него нет вот такого Чтобы вниз Вот как-то так Знаете Вот Ненавидят ветки Растущие внутрь И ненавидят ветки Растущие вниз Это ненависть Всеобъемлющая И после этого Она берет Даже не соображая Что творит Начинает учить Как деревья Которые вот После этого Так и вот Раз получает Загрузить Но это уже Другой оперы Это она нашла Другой Наберите Обрезка дерева И найдете в интернете И тот рисунок И этот рисунок Они кажут самостоятельно У них кажут свой автор Вот художник этот Одну цель Представил Загустеть А этот И она спокойно Находит Загустела Да Теперь некоторые ветки После этого Вниз начнут расти И она Давай их Подходящий рисунок И она думает Что она учит нас Давай отрезала Эту 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 Вот зачем она Отрезает ветку Которая нормально растет Да Непонятно Ну волчок Да Вот Хотя Волчки Это тоже Пройдет 2-3 года Они окажутся Нежирующие Вполне нормальная ветка Вот И вот это Когда она натворила Вот это все И целиком Потому что Здесь Она еще говорила Что это На кольцо 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 И нам Показывает Полностью Изувеченное дерево А вот Тогда На хрена Вот это Вот И вот этот Специалист Набрал Миллион просмотров Видите Вот она Абсолютно Предательство Не просто Тупость А вот Преступление Против деревьев Когда учит Именно Не усовершенствует Да Она думает Что она Деревья Улучшает Калечие их На самом деле Убивает Преступление Против деревьев Вот И вот это Вот пожалуйста Проглотило Миллион человек Вы думаете Хоть один Это Я вам потом Покажу Интересная вещь Еще И вот Наконец Натнулся На ролик А знаете Почему Я бы пропустил Ах ты Емая Фотография Вот она Родная Смотрите Это Нашла В интернете Фотографию Фотографию Неудачную Страшным Дуплом Что это Дерево Давно Было бы Мертво Повторяю На территории России Еще Нашел Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров